Члены молодежного крыла партии национального единства разрисовали бетонный постамент советским танком в цвета триколора и карты Великой Румынии. Случилось это 23 августа, в канун праздника освобождения Молдовы от фашизма. Из примечательного можно отметить, что впервые всем стали известны личности исполнителей этого художества. И оттого здесь, в этой студии, прозвучали слова надежды. Надежды на то, что виновные будут уголовно наказаны. Спустя два месяца Алексей Петрович, председатель Национального координационного комитета «Победа» на своей странице в соцсети, сошлется на официальный ответ из прокуратуры района Ханчешт. В нем прокурор не нашел признаков преступления, а значит нет и оснований для возбуждения уголовного дела. Насколько это решение обосновано, давайте разбираться вместе. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вот то, что мы видели. Мы видели скриншот с этого решения. Мы вот по этому поводу пытаемся сейчас что-то понять и осмыслить. И давайте тогда буквально по тем моментам, по тем, я не знаю, аспектам, которые приводятся в качестве основания этого решения. Ну вот так вот. Начинаем сначала. Само окрашивание памятника, по мнению прокурора Ханчешт, не считается преступным, так как, внимание, существует возможность ее последующего стирания. Вот как вам такое пояснение? То есть, вот человек, раз можно вытереть то, что там на этом памятнике изобразили, то это не считается никаким преступлением. Объясните, пожалуйста. Господин Ногощевский, давайте с вас начнем. Ну, давайте. Я буду все-таки юридически рассматривать этот вопрос. Ну, естественно, да. Значит, что я установил, рассматривая законодательство? В Уголовном кодексе Республики Молдова когда-то была норма, статья 221, разрушение или порча памятников истории и культуры. Эта норма была аннулирована парламентом Республики Молдова еще 21 апреля 2016 года. Я не знаю, какие мотивы были для этого, но, как я понимаю, они пошли по политике смягчения ответственности в случае разрушения или порчи памятников истории, потому что дальше я посмотрю, что есть статья 74-го административного кодекса, где рассмотрено, что нарушение режима охраны использования объектов культурного наследия и памятников, возведенных в общественных местах, влечет наложение какого-то штрафа. Значит, административная ответственность, в принципе, осталась. Проблема, которую вы подняли, представители Победы, это есть ли в этом случае вандализм или нет вандализма. И, как я понимаю, вот вандализм, как написано, это осквернение зданий или иных помещений, а равно уничтожение имущества в общественном транспорте, в других общественных местах, в отношении имущества, имеющего историческую, историческую и культурную наследие. Вот вопрос у меня, если... Вот прокурор, в принципе, у него есть возможность убежать от так называемого слова, вот это осквернение. Вот разрисование карты Румынии, это является или не является осквернением? И он проинтерпретировал, в принципе, что в данном случае нет осквернения. Я не знаю, прав он или не прав, но, в принципе, все равно тут ответственность есть. Еще раз говорю, это, как минимум, административная ответственность, и за это ответственность на основании административного кодекса, как ее там называется, агентство по инспектируя реставрацию памяти. Вот у меня вопрос, первый, что делает агентство в данном случае, почему оно молчит? Второе, что делает Минкульта, потому что, если это исторический либо культурный памятник, я не знаю, кому он принадлежит, Министерство культуры подведомственное, как я понимаю, Министерство культуры. Министерство культуры подаст ли исковое заявление, скажем, против этих граждан, для того, чтобы они вернули материальный ущерб, который был принесен вот этому памятнику? Потому что даже перекрашивание этого танка, это стоит денег, а кто-то должен вернуть эти денежные средства, в принципе, из бюджета. Сейчас должны вытащить деньги, мои деньги, ваши деньги, как налогоплательщиков, перекрасить обратно этот танк, а кто-то не понесет никакую материальную ответственность. В принципе, для этого должно быть ответственность, и для этого должно быть инициатива со стороны Минкульта. Это первое, для административной ответственности. Я спрашиваю, если агентство по защите вот этих памятников, ФАНО, начало действовать по этому вопросу? Или мы ждем, пока истечет срок годности один год, потому что по административной ответственности есть один год для того, чтобы подтянуть человека к административной ответственности? Потому что административная ответственность со стороны Европейского суда по правам человека считается той же формой уголовной ответственности, но то более смягченной. В принципе, там то же самое, но есть тут вандализм или нет? Вот у меня тоже появляется вопрос именно осквернение, если было или нет осквернения. С политической точки зрения, с исторической, и согласен 100%. Вот сейчас будем об этом говорить. 100%. Юридически, исходя из нашей политики общей, которая типа есть унионист, мы толерируем унионистов на территории Републики Молдова, я не знаю, если тут есть юридическая точка зрения вот именно этого названия осквернение. Спасибо вам за такой развернутый ответ. Вы даже уже начали отвечать на последующие мои вопросы. Пока для начала я пыталась понять логику. Вот прокурор говорит, существует возможность последующего стирания вот этого всего, значит, это не является преступлением. Но извините, у нас есть и заборные слова, которые тоже периодически стираются. Давайте тоже так не подходить совсем вот так, прямолинейно к этой теме. Что вы думаете, господин Петрович, вот по этим аргументам? 23 августа, находясь в этой студии, я, вы помните, сказал вам, что я не знаю, как закончится вся эта история, найдут ли виновных, накажут ли виновных, но я мог сказать уверенно только то, что танк мы покрасим обратно, и он будет приведен в должный вид. Так и сказали. Да. Мы не кричали об этом громко, мы вдвоем, я и мой товарищ, поехали и танк привели обратно в порядок. Мы его покрасили обратно, мы убрали 10 мешков мусора с территории. Сегодня он находится в должном виде, как и должно быть. Я хотел бы дополнить господина Нагачевского. Дело в том, что у нас сегодня в Республике Молдова ответственными за воинские памятники и захоронения с минувшего года, с момента вступления в силу закона номер 161 о режиме воинских памятников и захоронений, является Министерство обороны. И специально созданное в рамках Министерства обороны так называемое Национальное агентство военной памяти. Так оно переведено на русский язык. Ни одного комментария пока мы от них не получили. И эта организация должна сегодня заниматься со стороны государства защитой воинских памятников и захоронений. На сегодняшний день мемориальный комплекс «Виктория» в Ханчежском районе находится в реестре памятников истории культуры Министерства культуры. Он является памятником. Что касается осквернения, там есть могила неизвестного солдата. Который погиб в 1941 году. И, опять же, возвращаясь к закону номер 161, там есть конкретная статья, которая говорит о том, что любое неавторизованное вмешательство, нанесение каких-то там символов, цветов, красок в памятник военно-мемориального наследия запрещено без согласования и влечет за собой административную, уголовную, гражданско-правовую и иные виды ответственности. Это и есть, это норма действующая. Но только сегодня необходимо все-таки убедить органы прокуратуры, прочитать действующее законодательство, ознакомиться с ним и все-таки принять его к сведению и наказать виновных. Я поняла. Господин Навак, вы как видите эту ситуацию? Ну, я сразу что вспомнил, вот господин Петрович сказал о законе номер 161, которое, по сути, Минобороны должна следить, ухаживать, привести соответствующий порядок на этих мемориалах. Я сразу вспомнил недоминистра Шалару, который не только ничего не сделал для этих памятников, он еще пытался, я помню, в Корнештах года три или четыре. Меньше, два года назад. Два года назад он пытался вообще на этой горке, если вы были в Корнештах, видели этот танк, ИС-3. ИС-3, да. Вот он пригнал Урал с Минобороны и пытался с пьедестала снять этот танк. Мы там, правда, дежурили двое суток, то есть отстояли, только мы знаем как. Мы сказали, что если, не дай бог, этот танк исчезнет с пьедестала, вместо танка будет Шалару на пьедестале, в лучшем случае. Поэтому ждать от них какой-то помощи, либо соблюдения закона, это как минимум наивно. Тут есть и политический аспект. Давайте посмотрим, кто это сделал. Это сделал молодежное крыло партии национального единства. О каком национальном единстве они говорят, когда делают такие вещи, сложно сказать. Но на сегодняшний день господин Шалару, это, скажем так, маленький филиал нынешней власти. Поэтому никто на сегодняшний день не собирается наказывать, потому как, да, есть закон, есть определенные статьи Кодекса о правонарушениях, есть закон, который защищает эти памятники. Но господин прокурор, вот он найдет тысячу... Ну, он еще, вот один аргумент, можно я его засчитаю, да? Он не квалифицирует действия вот этих людей как вандализм, потому что нанесение краски желтого, красного и синего цветов, а также карты Великой Румынии не несет в себе ничего оскорбительного. То есть получается, что вот в любой памятник можно разрисовать карты какой угодно страны. Людмила, я так понимаю, господин прокурор у нас такой сильный эксперт, что он в официальном ответе, вот он решил, что нормально вот такое явление, нормально вот такие цвета, нормально карта вообще другого государства или еще что-то. Нет, ну карта другого государства сейчас на каждом билборде у нас висит, да? Но мы понимаем, что это они повесили в качестве агитации, это законом, получается, не запрещено. Но на памятнике зачем это делать? Вот прокурор сделал какие-то запросы официальные в Министерство культуры, в Министерство обороны. Вот является это осквернением или не является? Это однозначно является вмешательством. Это здесь даже не нужна какая-то экспертиза. То, что вмешательство, это понятно. Подтверждает о том, что краску можно было смыть, но я там был, я был, я видел эту краску. Эту краску смыть было нельзя и невозможно. Нам пришлось покрыть эту краску тремя слоями. А, то есть смыть было нельзя, вам ее пришлось закрашивать? Нам ее пришлось не закрашивать, а покрывать специальным слоем грунтовки, тремя слоями для того, чтобы эту краску закрыть. Специальной грунтовке, которая только после третьего слоя, она закрыла эти художества. То есть смыть ее было нельзя, поэтому на каком основании, какую он техническую экспертизу проводил, что ее можно было смыть, ее смыть было нельзя. Был ли он там на месте, выезжал ли он, видел ли он все происходящее, видел ли он горы мусора, которые там вокруг валялись, смотрел ли он, трогал ли он пальцем эту стену, которая была разукрашена, это большой вопрос. А вот если на балансе находится, вы говорите, Министерство обороны? Не на балансе, дело в том, что на балансе он находится в местных органах власти. Вот, еще лучше даже. Министерство обороны тогда, получается, они к ним относятся? Они не относятся, Министерство обороны курирует сегодня. Курируют, это такое слово. Да, они должны обратиться в органы местной власти с тем, чтобы те привели в порядок. Если вы помните, в начале этого года с этим танком была такая же история, когда в канун Нового года его разрисовали и осквернили всеми возможными способами. Кто здесь ошибся, вот в этой ситуации, что вообще не занимался? Я так мягко слово здесь говорю, ошибся. Кто должен был проявить первоначальную инициативу, чтобы вы не покрывали тремя слоями грунтовки? Органы местной власти. Органы местной власти. То есть те же самые ханчешские власти. Совершенно верно. Я поняла вас. Вы хотели что-то сказать? Ну, в принципе, на сегодняшний день ожидать от власти, которые, ну, они воюют со всеми, и со всем, что является, скажем так, советской историей. Или, ну, это, образно говоря, борьба с так называемыми русскими танками, которые они всегда говорят. И я... Со всякими танками? Да, со всякими. Даже те, которые памятники. В прямом и переносном смысле этого слова. К сожалению. И ждать на сегодняшний день, что кто-то из официальных властей, будучи это местной власти или центральной власти, я не думаю, что стоит ожидать. Я вот завтра, послезавтра я сделаю еще один официальный запрос. А мы, кстати, хотим вот, да, в студию пригласить, тоже заранее говорим, хотим пригласить этого прокурора или кто-то из Ханчешт захочет поехать на эту тему поговорить. Мы с удовольствием примем их в студию и выслушаем с удовольствием их точку зрения. Нет, Людмила, я хочу уже сегодня начал опять работать над этим. Скажем так, может быть, господин прокурор не до конца изучил, скажем так, действующее законодательство. Может быть, господин прокурор не догадался, что нужно сделать официальные запросы, проводить экспертизы, чтобы сделать окончательный вывод, смываемое это или не смываемое, есть осквернение или нет осквернения. То есть мы, по крайней мере, поможем господину прокурору разобраться в этом деле. То есть если он думает, что мы просто так оставим, он ошибается. И в самом письме, в самом ответе в этом письменном нет ни одной ссылки на специальный закон. Есть, вот господин Нагочевский не даст мне ошибиться в том, что есть в стране специальный закон, который посвящен именно этим объектам. Именно вот этим объектам военно-исторического и мемориального наследия. Ни одной ссылки на этот закон господин прокурор не привел. Это говорит о том, что он либо не в курсе о том, что такой закон есть, либо намеренно умолчал о том, что такой закон сегодня есть. И одно и другое плохо, потому что прокурор это юрист высшей квалификации, который порой решает судьбы людей. Здесь у нас идет речь о памятнике, неодушевленном предмете. А когда речь идет о судьбах людей, которых казнить нельзя помиловать, как тогда в таких случаях решают прокуроры. Это тоже очень любопытно. И любопытно узнать квалификацию господина прокурора, который дает такие ответы. Ну это вы вот обращайтесь к господину Наваку, он, наверное, может вам помочь. А я могу помочь еще с одним аргументом господину прокурору. Потому что вот что он сказал. Памятник установлен на братской могиле, в которой в том числе похоронены и солдаты румынской армии. А потому нанесение карты Великой Румынии не может быть расценено как оскорбительное. Ну здесь знание истории, по-моему. Никакой братской могилы там нет. Ближайшее воинское захоронение находится в селе Немцены и в селе Онешты. Там воинские захоронения советских солдат и офицеров, погибших как в 41-м, так и в 44-м годах. Это первое. То есть получается, что прокурор не знал, что это не братская могила. Да. Просто людям объяснить. Проще простого. Открываешь сайт Министерства культуры, там есть реестр памятников охраняемых государством. Открываешь, смотришь село Леушены. И тебе выдает, что в Леушенах считается памятником истории культуры. Там есть указан мемориал воинской славы, о котором мы сегодня говорим. Там сказано, что это за объект, в каком году он возведен. И вся-вся-вся информация о нем необходимая есть. Он охраняется государством. Государством. Там прямо в документе сказано. Там стоит подпись, печать. Там голосовали наши уважаемые парламентарии за это. И почему он сегодня государством не охраняется, как следует из ответа господина прокурора, не совсем понятно. Что касается того, что допустимо этот флаг рисовать, даже если бы оно гипотетически могло быть так, Королевская Румыния воевала против Красной Армии до 23 августа 1944 года. Она принимала участие в боях, начиная с 22 июня 1941 года. Три года проводила здесь режим оккупации. Принимала участие в военных преступлениях, за которые была потом судима в 1946 году. В 1947 году на Кишиневском процессе. И принимала участие в таких страшных вещах, как Холокост. И об этом нельзя забывать. Какие воинские преступления совершали солдаты румынской армии на нашей территории, на территории оккупированной Украины, на территории южных областей Российской Федерации. Об этом там сегодня прекрасно помнят. И очень обидно, что об этом пытаются забыть у нас. Господин Нагочевский, вот как юрист, он сослался на то, что это была карта в Великой Румынии. Да, вот скажите, пожалуйста, а вот если бы эти люди взяли и нарисовали карту другого государства, ну пусть бы они нарисовали, я не знаю, карту, ну пусть, ну, Швейцария, например. Это будет считаться административным правонарушением? Ну то, что вот на самом памятнике кто-то берет и что-то рисует. То, что это является нарушением административным, любое пачканье, замазывание, это является как минимум административное правонарушение. Мы сейчас разговариваем по поводу вандализма. Он, в принципе, сказал, что вандализма нет из-за того, что нет осквернения, потому что не было там, извините за выражение, фалус какой-то нарисован или, не знаю, какой-то грязный. Что-то законное, в принципе. И он почти не сказал, что нет нарушений, он просто сказал, что тут нет состава вандализма, в принципе. И вот то, что мы сейчас рассматриваем этот индивидуальный казус, по-моему, тут появляется уже системная проблема, потому что у нас пошла атака против монументов. Да, у нас война с памятниками. И в таком случае вот у нас сейчас представитель парламента есть в Республике Молдова, может время реактивировать норму статьи 221 по поводу разрушения или порчи памятников истории и культуры, чтобы оно было опять включено в уголовном кодексе. Потому что я смотрю, что находятся умники, которые убегают от ответственности и, в принципе, заплатить там пару тысяч лей за краску ради протеста, либо, я не знаю, там был случай по поводу, как оно называется, тоже Одинцов боролся, мозаика, по поводу мозаика. Опять же, ситуация непонятная, хорошо, кто-то будет заплатить какой-то материальный там ущерб, но, в принципе, какой-то уголовной ответственности тут не видно и в памяти не видно. И в таком случае для того, чтобы мы смогли защитить, в принципе, нужно реактивировать норму уголовного кодекса, где будет предписано, включая и тюремное заключение, чтобы люди понимали, что нельзя шутить с памятью, исторической памятью. Проблема есть, проблема есть, но смягчение у нас не работает пока. Походу, 74-я статья, тут никого не пугает, скажем, даже штраф от 30 до 60 условных единиц. Ну, сколько это получается? Ну, здесь даже этого нет, здесь вообще нет. Ну, проблема, что это не компетенция прокурора, это компетенция агентства по, как его? Агентство по защите. И он, что он ответственный за эту систему. И, в принципе, тут проблема, прокурор должен был, в принципе, рассматривать. Может быть, он должен был подать запрос к иону Штефаницы, чтобы он рассмотрел с административной точки зрения. Второй вопрос, а нужно было ли он подать в Академию Штефаницы запрос по поводу того, чтобы установил, а там есть захоронены румынские солдаты или нет? Да, вот говорят, что не надо подавать этот запрос. Второй вопрос, есть ли осквернение? Но я не знаю, к какому органу нужно обратиться для того, чтобы тебе сказали, что нет осквернения. Потому что, в принципе, по-моему, тут именно прокурор должен констатировать и квалифицировать. Я, как с юридической точки зрения, мне очень сложно сказать, что тут именно вот это название осквернения нарушения есть обязательно. И вот это, по-моему, вот этот случай нужно рассматривать для того, чтобы реактивировать уголовную ответственность за осквернение вот этих монументов. Это было бы круто, и это бы решило серьезные вопросы. Поставить до 7 лет ответственности никто больше никогда не будет красить вот эти монументы. А вы так говорите, как будто это так просто вот в парламенте возьмут правящая коалиция и быстренько за это проголосуют. Ну, это зависит и от нас. В случае, если мы поставим публичные прессы над ними, я не пойму, что, в принципе, проблема есть, я думаю, они это прогибли. Я вам скажу, что меня в этой ситуации очень сильно смущает. Вот смотрите, ведь нашу программу могут посмотреть и те, кто это делал, и другие молодые люди. И вот что они себе подумают. Вот смотри, что только не делай там вот, а ничего тебе не будет. Вот твой фейс снимут, да, покажут тебя на всю страну, все будут знать твою фамилию. И что, и ничего. Тебе еще и рекламу сделали. Вот еще какой вот, да, кстати, господин Шалару к этому так и подошел и сказал, что он гордится этими молодыми людьми. То есть, вы понимаете, дело ведь не конкретно в этом случае. Я предлагаю это рассматривать как прецедент. Потому что, да, именно как прецедент. Потому что мы не знаем, как дальше сложится, значит, жизнь, что какие памятники будут у нас еще разрушены, разрисованы. Я не знаю, какая участь тех пор. Как полагаете, господин депутат? Ну, в принципе, тут, естественно, должны, может быть, и Фадей Нагачевский прав, когда, я говорю, что нужно ввести уголовную ответственность. Или, ну, может быть, не до семи, там. Но так, чтобы, скажем так, приучить, можно. Потому что, к сожалению, на стране вот такие вещи нормальному человеку не приходят в голову. Вот приходят в голову таким, как Шалару и ему подобным. Они же на хорошие вещи не способны, вот что-то хорошее сделать для этой страны. Кстати, памятники воинам-освободителям есть во многих других странах, в том числе и Германии. И там даже никому в голову не приходит вот осквернить этот памятник. Ну, если и приходят, у них тоже есть разные тещения, то они за это несут полную ответственность. Конечно. Ну, по крайней мере, я не помню случаев в таких развитых странах, которые нам всегда приводят в пример, что вот Европейский Союз, Германия и так далее. Но там такие ситуации не бывают. А у нас пытаются именно закручивать. Я не исключаю, что вот эти молодые люди изучили, в том числе и наше законодательство. Ну, и посмотрели, ну, и бог с ним будет, там какой-то штраф. Ну, что не сделаешь ради... Обязательно изучили. ...великой Румынии, скажем так, да. Потому что, как выразился господин Шалару, он гордится. Гордится чем? Ну, может быть, если хочешь так сильно, ну, пригласит этих молодых людей. Пускай они карту Великой Румынии, ну, не знаю, татуировку набьют на Шалару или баллончиком разрисуют его. Раз так красиво и без этой карты не могут. Но, естественно, этот вопрос мы должны поднять или отдельным законом, знаете, чтобы защитить полностью памятник. Потому что есть у нас, с одной стороны, уголовный кодекс, есть кодекс о правонарушениях, есть отдельный закон номер 161, который привел бы, например, господин Петрович. Может быть, стоит разработать отдельный налог, закон, проект закона, чтобы было понятно, кто за что отвечает и какие наказания бывают в таких случаях. Кто приводит в порядок и все остальное, в чьи компетенцию входит, чтобы такие прокуроры не падали в тупик. Господин Петрович, как часто вот у нас памятники подвергают разрушительным действиям? Не обязательно разрисовывают ведь только, делают другие нехорошие вещи, не будем подсказывать, что. Как часто? Вы же видите это, знаете. Мы стараемся мониторить каждый такой случай, мы стараемся следить за этим и приводить в порядок по мере наших сил и возможностей. К сожалению, здесь два момента есть. Когда, вот как в случае, который мы сегодня обсуждаем, специально производятся такие вот моменты, да, когда вот памятник разрисовывают, оскверняют, публично это делают, вызывая определенные общественные силы на какую-то реакцию, да. То есть мы с вами сегодня собрались благодаря господину Шолару и тем людям, которые этот танк разрисовали, да. Я все-таки думаю, что мы собрались вопреки. Ну, да. Я вот толкий нюанс такой, да. Второй момент это то, что памятники эти разрушаются от времени. И то, что сегодня практически в каждом населенном пункте у нас есть воинские захоронения, где похоронены погибшие солдаты при освобождении и обороне нашей страны. В каждом селе есть памятник односельчанам, которые ушли на фронт, люди, которые в этом селе жили, которые оставили свои семьи и которые погибли на полях большей частью Европы. И сегодня у органов местной власти нет денег для того, чтобы эти памятники содержать. И вот господин Ногачевский, он как юрист, он вот честно говорит, вот у меня есть сомнения, а вот вандализм, не вандализм. А давайте подойдем с другой стороны. Вы смотрите, когда были какие-то действия разрушительного характера в отношении памятников, раньше заводились уголовные дела, когда не были известны участники, те, кто это сделал? Заводились? Заводились, да. Я лично ездил, давал показания в Хенчешскую прокуратуру. Вы понимаете, когда раньше? В 2012 год. Видите, в 2016 было аннулировано. И в этом году, у меня в этом году есть ответ от прокуратуры Хенчешт, где относительно осквернения танка в Леушенах, относительно осквернения танка в Резинском районе у села Ченишиуцы. А как именно оскверняли там? Их облили краской. Облили краской. Вот тут можно подсказать, что это осквернение. Когда рисуешь, как политическое волеизъявление, то тут вот можно играть. Если просто обливаешь, то это уже как минимум хулиганистский. Ну я не политический, опять же, я юридический. Я понимаю политический плюрализм и мнение, но таким макаром может каждый рисовать все, что ему в голову придет. Да, и потом будем думать, то, что это нарисовано, оно подойдет под уголовное или нет? А никто не скажет, что нет ответственности. Мы постоянно смотрим только на уголовное ответственность. Есть гражданская ответственность, есть административная, есть административная, это тоже уголовная, просто более смягченная. Политика государства пошла по смягчению. Я понимаю, что сегодня эта система смягчения не работает. Нам нужно вернуть норму в уголовном кодексе. Обязательно для того, чтобы запретить вот эти действия. Потому что через вандализм можно убежать. Видите, мы сегодня, в принципе, разговариваем о том, что Шалару изучил очень хорошо норму. И сделал такую формулу вандализма, к которой бы он не подпадал по уголовной ответственности. И для того, чтобы не находились такие омники, которые научатся бы избегать от уголовной ответственности, нужно обратно ввести уголовную ответственность по таким случаям. Вот я про это говорю. А то, что государство сегодня бездействует... Вот я спрашиваю себя, что сделал примар, когда эти трое или сколько их там известили о том, что они хотят покрасить вот этот монумент. Этот примар знал об этом, а он известил полицию по поводу того, что кто-то хочет портить имущество. Мы все это не знаем, там очень много вопросов. Нет ли халатных каких-то административных органов? Речь об этом шла постоянно. То есть эта тема муссировалась постоянно о том, что необходимо этот танк либо снять, либо каким-то образом там что-то сделать. Но любопытно то, что господин прокурор, которого мы сегодня весь вечер обсуждаем, он своим ответом подставил и своих коллег, которые в предыдущие разы ровно в таких же случаях заводили уголовные дела. За карту же? Не за карту, за облитие памятника краской. А в чем разница? Здесь он говорит о том, что краску можно смыть. И в тех случаях краску можно было смыть. Для меня не важно смыть или не смыть краску, а именно то, что нарисовано. Он же ссылается на момент того, что можно было смыть. Есть разные аргументы. Я понимаю, что можно ввести 10 аргументов, может быть трое из них хотя бы будут весомые. Я лично не вижу разницы между тем, что они что-то нарисовали или облили краску. Я с вами не буду спалить насчет этого. А в чем разница? Политически, еще раз говорю, для меня можно сказать политически, что это вандализм. С уголовной точки зрения, исходя из принципа презумпции на виновности, тут можно убежать от нормы вандализма, потому что тут осквернение довольно-таки вот так линия. Помните, выходил Матасару с Фалусом перед генпрокуратурой? Тогда они сделали ему хулиганизм, после этого, в принципе, он выигрывал по всем европейским судам по правам человека, потому что это свобода слова, свобода волеизъявления. Они тратировали, что в случае политических высказываний можно даже чуть-чуть перегнуть палку. Вот, в принципе, в данном случае, перегнули палку или уголовная ответственность? Вот вопрос, который у меня существует. А у меня другой вопрос есть, не менее важный, чем ваш. Вот то, что появилось, да, реакция от прокурора, его мнение мы все прочли, это можно квалифицировать как, я не знаю, непрофессионализм, или все-таки в этом есть и политика. И поэтому вот отношение к карте Великой Румынии здесь несколько другое. Вот объясните мне, пожалуйста. Это политика. Это политика. Обязательно. Вы сейчас понимаете, что мы сейчас говорим? Мы говорим, что прокурор, и получается политическое решение. Я и вас слушаю. Если привести хороший пример, вот представьте, что эти трое молодых людей идут и рисуют ту же карту на здание офиса Демократической партии. Вот увидите, то же самое, в таких же размерах, в таких же цветах. Ну, побьет их. Вот увидите, в лучшем случае побьет. Вот увидите результат, и будет, и найдут, и статью, и все, что угодно найдут. Тут конкретно они не хотят наказать, скажем так, политического партнера Демпартии. Поэтому вот и находят самые глупые такие, на мой взгляд, ответы. То есть все-таки в этом решении больше политики? Конечно. Господин Петрович. Вообще никак не наказать, не наказывать за вот... Тогда вот зачем мы не читаем все статьи, всяких кодексов, да, все это упоминаем, страдаем и мучаемся, если все обосновывается политически. Вы согласны? Я не политик, я... Только учусь, да? Да, нет, 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 я не учусь и не планирую, но я хочу сказать, как рядовой гражданин, я знаю то, что, в общем-то, видели и знают все. Все вы прекрасно помните о том, что в нашей стране 7 апреля 2009 года разгромили два важнейших здания в республике. Над главным государственным зданием страны подняли иностранный флаг. Все то, что сделали внутри с этими зданиями, тоже всем прекрасно известно. Ни одного на сегодняшний день наказанного, привлеченного к ответственности, я не знаю. Я знаю... Почему? Полицейские были? Полицейские, да. Но зато я знаю несколько случаев, когда молодым людям, которые участвовали в этих, в общем-то, действиях, выплачивали довольно солидные суммы в качестве компенсации за нанесенные телесные повреждения в ходе того, как их пытались оттуда эвакуировать с площади. То есть вы сейчас тому говорите, что уж там был вандализм просто явный, 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 приявный, и такой результат. А вы хотите, чтобы попали? Совершенно верно. То есть слово безнаказанность, оно, начиная с 7 апреля 2009 года, прочно вышло в обиход нашего современного молдавского государства. И сегодня слово безнаказанность, оно практически на каждом шагу. И я просто напомнил, пожалуй, самый яркий пример нашей новейшей истории. Благодарю вас. Господин Навак, вы как можете это прокомментировать? Ну, естественно, я не могу не согласиться с господином Петровичем. У нас в стране происходили более, скажем так, масштабные трагические ситуации для символов нашего государства. Я лично не раз приводил и делал практически всю работу для прокуроров. И этому есть пример. Когда вырезали наш официальный герб нашей страны с флага, вырезали, когда надругались напрямую над нашими официальными символами. Я предоставил им и фото, и видео, а результат просто никакой. Ну, то, что уже сказал господин Петрович насчет актов вандализма над парламентом, президентурой, которые спустя почти 10 лет привели в порядок. И никто не был наказан и не будет наказан на сегодняшний день никто, потому что этих людей нужно просто гнать в шею в прямом смысле этого слова. Ну, вы знаете, то, что все время мы подчеркиваем, что никто не хочет, кроме вот этих людей, я считаю их героями, потому что они сами и без финансирования, просто по собственному желанию. Вот они встают, они что-то делают, и всегда говорю вам за это спасибо. Знаете, то, что государство не заботится о памятниках. Знаете, есть такое понятие, буква закона, дух закона. А вот нельзя ли называть духовным вандализмом, то, что со стороны государства, я так скажу, такую формулировку, то, что происходит по отношению к нашим памятникам культуры, не только советским. Я обращаю здесь внимание, да, у нас в паршивом состоянии не только, значит, советские памятники. Вот они этим просто-напросто не занимаются. Так можно назвать? Так будет правильно, господин Магачевский? Значит, что я вижу, в принципе, последние годы, потому что я уже не юридически буду отвечать, а именно политически юридически, за последние годы я вижу системную попытку разрушения памятников советской власти. В принципе, есть... Ну, это в первую голову, как говорят. Это системно, в принципе, заводится. Я понимаю, что эта политика не из Республики Молдова, а извне. Кто-то заставляет нас использовать эту систему, потому что, скажем, первое, это была атака на язык, да, в принципе, на Конституцию, когда нам язык румынский заставили, через горло засунули именно через это решение Конституционного суда. Дальше пошло вот это, аннулирование нормы Уголовного кодекса. На основании чего политики решили, что нужно убирать данную норму, если только не для того, чтобы фаворизировать кого-то, кто хочет дальше, в принципе, ликвидировать какие-то памятники. Потому что исторический памятник, если ликвидируешь, то это уже больно. А если нет уголовной ответственности, то тогда можно идти по такой... Вот прикиньте, завтра собирается какая-то политическая власть и начинает вытягивать этот танк с постамента. Вот у меня спрашивается, опять же, это вандализм или не вандализм? Мы на Украине много чего видели, да? Я про это и говорю. Вот это политики, в принципе, не только в Республике Молдова происходят. Это происходит и во многих странах постсоветского пространства. И для меня вот эта политика государства, это губительная. Потому что они уничтожают память и дальше они радикализируют, в принципе, гражданское общество. Это неправильно, не нужно сейчас делить на левых, правых, русских, молдавских. Потому что если мы будем дальше так жить, в принципе, из этой республики ничего не оставится. И дайте монументу. Но не хочешь, чтобы он назывался монумент советской власти? Поменяй его название, но оставь его в покое. Потому что кто-то... Ну, я не знаю, там в реестре, чтобы было надо. Я понятия не имею. Но люди идут и верят. Пока есть вот эти люди, которые еще живут, ветераны, которые еще верят в эти памятники. Я тоже в Санжереях еду. Там памятник, в принципе, практически у них уничтожен. Фастики нарисованы. Вот это грязно. Я понимаю, что, в принципе, местная публичная власть ничего не делает для того, чтобы защищала вот эти памятники. Да, это просто делается. Поставил видеокамеру, которая стоит сколько? Копеечки. Да? Да, мы говорили. И монетаризируешь эту ситуацию. Нету интереса ни у кого. И, в принципе, вот этим мы уничтожаем свою нацию, которая вот 28 лет пытаемся встать на ноги. И вот этими политиками мы уничтожаем самих себя. А зачем им нужно? Ну, я не знаю, ради бизнеса. Кто-то платит за эти проекты закона. Нам за это дают какие-то гранты. Да не дай бог, если за это дают гранты, и мы нагинаемся и уничтожаем свою память и ради грантов, то тогда спасибо за такие гранты. Я не хочу такие гранты. Людмила, я буквально сегодня вечером до передачи написал на своем блоге маленькую статью в спешке. Там очень четко и коротко. Вот господин Штифаница, который... Я не видел никакой реакции господина Штифаница насчет вот этого памятника в Левушенах. А где ты их видел вообще? Но зато увидел на днях, что, видите ли, вот он возмущается, что установили памятник Штефану Чалмаре в Каприянах. Я опять же не видел его реакции, когда сегодня сняли лепнину на бульваре Штефана Чалмаре. Вот бульвар Штефану Чалмаре, 124. Сняли эту лепнину, которую дома построили еще в 50-х годах. Я не видел его реакции вообще никакой. Вот есть фотографии, и я не верю в то, что вот эта лепнина появится обратно. Да, вот как в изначальном виде. Да, если это была бы реставрация, я бы понял. Но, к сожалению, они просто сняли вот эту лепнину, вот эти декорации, которые... Ну, они делали... Ну, это своего рода свой шарм давали вот этому зданию. Ну, вот он молчит. Он воюет с памятником Штефана Чалмаре. Он никогда не возмущался, когда в муниципе Тишино разрушили около 80 памятников архитектуры. Я не видел, чтобы он возмущался по поводу ДК профсоюзов на Рашкановке, Мозаики и так далее. Вот, к сожалению. Я понимаю вашу мысль. Я хочу, чтобы мы сейчас, вот вы, юристы оба, давайте вот, господин Петрович, не согласен с тем, что происходит, вот это, что написал прокурор. Какие в данной ситуации возможны варианты, законные для того, чтобы все-таки вернуться к этой теме и чтобы было другое решение, на мой взгляд, более справедливое? Давайте подумаем об этом с юридической. Вы хотите что-то сказать? Я хочу сказать, да. Я хочу сказать, что в начале текущего года на мемориальном комплексе в городе Унгены была демонтирована пушка ЗИС-3, участница Великой Отечественной войны, которая находилась там на воинском мемориале, где похоронены павшие солдаты. Мы демонтировали ее решением органов местной власти и передали ее в воинскую часть. Это прямое нарушение закона. Мы запросили ответственную организацию, это я к тому, с кого можно спрашивать и куда можно обращаться. Мы запросили Центр военной истории и культуры, хорошего, знакомого господина депутата, в кавычках, я, конечно, говорю, господина полковника, который руководит там. Всей этой историей, который приезжал, пытался демонтировать танк в Корнешных, вы прекрасно его помните, я думаю. Уже четвертый месяц мы не получаем ответа. Нарушены все положения закона о петициях и всего остального. То есть просто мне на это письмо не отвечают. Когда демонтировали танк Т-34 во второй бригаде, здесь в Кишиневе, я добивался ответа около трех месяцев и получил ответ от ответственной организации Министерства обороны только после обращения в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура обязала Министерство обороны дать мне ответ. Это вы сейчас хотите сократить путь и сразу обращаться в Генеральную прокуратуру или как? Давайте сейчас определимся. Безусловно обращаться. Куда? Правильно, сейчас обращаться. Обратиться в ответственную организацию, которая сегодня в нашей стране уполномочена эти работы и эти объекты курировать. Министерство обороны, Центр военной истории и культуры, Национальное агентство военной памяти. Это первый адрес. Второй адрес это Генеральная прокуратура, которая является главной инстанцией над прокуратурой Ханчешт. Вот два первых адреса, куда необходимо обратиться. По вашему мнению, поняла. Что вы скажете? Тут я вижу два момента. Нужно разделять то, что сделали эти граждане, которые надругались над памятником. То есть по наказанию в отдельные производства и в местные публичные власти, в центральные власти. Для того, чтобы... Я не претендую на авторство какого-то проекта закона. Ну хотя бы, ну пускай, не знаю, Минюст выходит с каким-то проектом законом. Чтобы решить вот такие ситуации. Но то, что касается отказа прокуратуры Ханчешт, вообще я не говорю уголовно. Хотя бы написали бы, что оштрафовали этих граждан. Но мы так это не оставим. Конечно, я сделаю, лично я сделаю повторный запрос в прокуратуру Ханчешт. Я дождусь ответа, а потом, или параллельно и в генеральную, и в прокуратуру Ханчешт. Можно и так, и так. Запросы депутатов быстрее доходят, да? Хочется верить. И посмотрим. Заодно мы сделаем ссылки на закон, чтобы господин прокурор ознакомился с действующим законодательством. Может быть, это ему поможет возбудить дело и принимать какие-то другие меры. нежели эти отписки, которые были на днях. Спасибо. Господин Ногачевский, вы что посоветовать? Ну, из политик, на самом деле, он может делать разные запросы по поводу того, что случилось по этому делу. Тот, который подавал жалобу, сейчас может опротестовать этот отказ в высшестоящий орган. Либо в генпрокуратуру, либо в прокурор и иерархик супериор. Это районный прокурор. И даже если есть отказы высшего стоящего органа, в данном случае идешь в жудикатуру деинструкция, протестовываешь в суд этот отказ и просишь, чтобы возбудили уголовное дело по поводу вандализма. Но я бы не сидел, я бы обратился все-таки и в агентство к этому, к Иону Штефанинце, по поводу возбуждения административной ответственности по поводу 74-й статьи административного кодекса. Также я бы подал жалобу и в Минкульт, для того, чтобы они проверили, действовали ли правильно власти местной публичной администрации, в случае, если замазан этот постамент. Чтобы они обратились против этих людей, этих трех парней, или кто там эти молодые люди, для того, чтобы они вернули материальный ущерб, который был принесен этому постаменту. И дальше я бы предложил все-таки парламенту Республики Молдова, любым субъектам, которые имеют право делать проект закона, чтобы они все-таки подумали реактивировать норму статьи Уголовного кодекса по поводу... Потому что проблема у нас системная, реальная, проблема системная. И она используется не только политической элитой, в принципе, но она используется и бизнесменами. Потому что сегодня не только политическая элита атакует исторические монументы, она атакует и бизнесменам. Потому что у нас ликвидируется, как сказал Гриша, на территории только муниципе Кишинова около 80 монументов были ликвидированы. А ликвидированы они из-за того, что, в принципе, ответственность никакая была в Республике Молдова. Вот предлагают формулу такую, что для борьбы с тем, что происходит, нужно две вещи. Желание власти и соответствующее состояние общества. То есть даже не кивать на местные власти. Если у нас наше общество будет консолидировано, оно будет понимать, оно будет требовать, чтобы у нас не воевали с памятниками, чтобы у нас не было вот этих всех глупостей, то, в принципе, конечно, тогда и власть поймет этот запрос. А как у нас происходит? Вот вам как видится, господин Петрович, желание власти и соответствующее состояние общества? Как бы вы это оценили? Я могу сказать, что состояние общества у нас действительно сегодня оставляет желать лучшего. Но я хочу в защиту общества, потому что сам являюсь его частью. И за моей спиной стоят люди, члены моей общественной организации, что сделали-то это преступление. Люди не местные жители, не оттуда. Люди пришли, люди, которые приехали. Если мы возьмем все акты вандализма, которые происходили в нашей стране за последние 10 лет, это люди, которые приезжают нахально, наскоком, разбили, разбомбили и уехали. Пятно ложится на кого-то. Откуда приехали, куда уехали? У вас есть даже эти данные? Вы что-то хотите конкретное сказать? Они же дают интервью на различных сайтах. Они рассказывают о том, во имя чего они это делают. Правда, впервые, это первый случай, когда это было сделано публично. И вот, пожалуйста, результат. Они сделали это публично, и им за это ничего не было. Раньше они скрывали свои лица, скрывались на условиях анонимности, давали интервью, а сейчас они не боятся уже ничего. То есть для них слово безнаказанность стало их любимым словом. А пятно-то ложится на кого? На жителей того или иного села. Сегодня мы говорим о том, что жители, к примеру, села Леушены, относятся безразлично к памяти советских воинов, погибших при освобождении села и района. Хотя это может быть далеко не так, потому что не они это сделали. Где эти люди живут, где они прописаны, откуда они приехали сюда, чтобы этот памятник разрисовать. Поэтому и мы, работая в регионах, работая в наших селах, городах, люди большей частью относятся положительно и позитивно. И понимают о том, что такая память нужна. Мы буквально недавно закончили восстановительные работы на могиле Героя Советского Союза, уроженца нашей страны Михаила Плугарева. Мы пока работали на кладбище, это был воскресный день, люди, которые приходили на кладбище, ни один человек не остался безучастным. Все до одного подошли и сказали спасибо за то, что вы это делаете, это очень нужно и очень важно. Поэтому то, что сегодня пытаются навязать сверху, пытаются разделить, пытаются сказать, эти памятники ваши, эти памятники наши, эти памятники нужны, эти памятники не нужны. Позвольте обществу решать самим, какие памятники нужны, какие не нужны. Давайте, если мы стремимся в Европу, давайте делать цивилизованно, давайте мы предоставим возможность выбора, референдума. В Европе улицу переименовывают, спрашивают разрешение, хотите ли вы, чтобы улица так называлась или не хотите. Кто у нас спрашивал разрешение? Печальный случай приведу. Креулянский район стоял памятник замечательный в честь погибших относительчан, советский солдат с автоматом, который закрывал рукой девочку. Памятник ветшал, 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 потом просто разрушился. Его демонтировала местная власть, фамилии погибших перенесла к православному храму, который находится в селе, а вместо памятника там сегодня находится другой монумент. Мы запросили министерство культуры, министерство культуры сказало, да, это законно, это можно делать. То есть, ну, нет денег его содержать, давайте его уберем. Удивительные вещи, да, вы говорите. Если можно, вы, коротко, у вас уже мало времени, остается состояние общества нашего, вот, и о желании власти. Как вы это все оцените? Ну, насчет состояния общества, в первую очередь, это, как по мне, политики, это первые, которые, вот, доводят общество до таких ситуаций, да, разными месседжами, разными ядовитыми историей, вот, ядовитые истории, да, говорят, разные говорят, хотя мы прекрасно понимаем и видим, что самый, самый хороший референдум, которым может быть в нашей стране, то, что касается, вот, памятников воинам Великой Отечественной войны, 9 мая. Вот, вот, когда люди выходят на 9 мая, вот тебе и референдум, да, то есть люди годами чтили память, и это будет продолжаться все дальше. А вот такие миноритарные индивидуумы, как Шалару и ему подобные, ну, они могут только вот гавкать так со стороны и вот делать такие пакости, как в случае с 34-кой в Леушенах. Спасибо, господин Ногачевский, вам слово. Вы кивали, когда я говорила про состояние власти. Я всегда помню про принцип эффекта бумеранга. Вот, политики должны понимать, что в случае, если они толерируют какие-то элементы, в принципе, во имя получения каких-то политических дивидендов, они должны понимать, в какой-то момент это может повернуться против них. Это самое плохое. Они сегодня разделили общество, в принципе, на щепки. Они просто разорвали это общество. И сегодня из-за этого, в принципе, у нас вот люди выживают, и на самом деле у нас гражданское общество аморфное. Из-за того, что политики сделали все для того, чтобы убрать из нас вот демнитатя. Они убили в нас достоинство. Из-за этого мы сегодня живем так живем, как живем. Я надеюсь, что в последующий парламент найдется сила, которая сможет сконсолидировать общество для того, чтобы мы двигались в нормальном русло, чтобы мы понимали, куда мы идем. Потому что сегодня, как в той басне, да, Крылова, щука, рак и... Лебедь, рак и щука, да. Я благодарю вас за этот разговор и хочу сказать, что у меня такое впечатление, вот я чувствую, что он не закончен. Мы вернемся еще к этой теме. И действительно, я предлагаю право, да, вот есть законное право, высказаться тем, кто захочет. Из Хинчешт, из прокуратуры, из местных властей. Вот все, кто посчитает для себя необходимым сказать, как он видит разрешение этой ситуации, мы с удовольствием этих людей примем в эфире, и они выскажутся. Но просто действительно нужно не забывать главное, что это может стать прецедентом. И это может действительно тогда очень больно ударить по всем нам, без исключения. Спасибо, что пришли. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Субтитры подогнал «Симон»